Привет, мои дорогие! С вами Аселя. В ближайшие несколько минут я расскажу самые интересные и щекотливые подробности из жизни звезд. Ты увидишь это первым. Карло Бруни окаменела. Александр Цикало станет папой. Алматинские блогеры переименовали станции метро. В пригороде Парижа поставили каменную скульптуру первой экс-леди страны. Карло Бруни согласилась безвозмездно позировать для своего любимого скульптора Элизабет Сибо. Многие до сих пор задаются вопросом, за какие заслуги Карлы ее увековечили в камне. Я вот тружусь как пчелка, на мне и новости, и прямые эфиры. Памятник не положено. Александр Цикало скоро снова станет отцом. Его 27-летняя жена Виктория, младшая сестра Веры Брежневой, находится в интересном положении. Однако Цикало и супруга отказываются раскрывать подробности. Скрытные, умереть не встать. Все, что мы хотели знать, мы уже узнали. Вика беременна, а пол ребенка и стоимость детской кроватки. Такую инфу еще успеем нарыть. Арт-площадка – это живая музыка, танцы, театр и кино, литература и фотовыставки, граффити и йога-шоу, ярмарки и творческие мастер-классы для детей и многое другое. И все это под открытым небом. Ну что ж, смотрите видеоотчет с одной из арт-площадок Алматы. Арт – это искусство. Арт-площадка – это место, где певцы, танцоры, циркачи и художники могут продемонстрировать свое искусство всем желающим. Это перформансы на всей территории Алматы. Все, кто хотел хлеба и зрелищ, получили желаемого сполна. Организаторы рассказали, что вообще представляет из себя этот проект. Это социальный и культурный проект, который называется «Арт-площадка». Он был организован с помощью нашего фонда, фонда «Алмадинет» и управления культурой города Алматы в рамках года культуры. У нас все лето проходят такие мероприятия практически во всех парках города в шести районах. Я, как истинная любительница попсы, очень хотела бы узнать, чем удивят арт-площадки в этом году. Будут ли звезды? Ну, у нас звезд эстрады нету. Мы хотели сделать такие небольшие камерные, скажем, выступления. Но мы, в принципе, охватили практически все жанры направления. У нас есть и музыка, и театр. У нас есть литературные чтения. Причем музыка у нас как этно-народная музыка, так и классическая, и рок-музыка, и джаз. Поэтому, ну, на любой вкус. Радует то, что не все алматинцы опапсели, как я. Концерт симфонического оркестра пришелся по нраву каждому гостю. По душе симфонический оркестр и солистки группы дуэт Эль Людмиле Ким. Она тоже была одной из гостей фестиваля. Я здесь не случайно. Общественный фонд Алма-Диньет возглавляет моя подруга. И я, в принципе, с самого начала знала, была ее идея. Восхищаюсь очень. Мне безумно нравится, потому что под открытым небом услышать классический концерт, выступления артистов театра, выступления циркачей, танцоров, рок-музыкантов. Мне кажется, это супер. Конечно, супер. Певица, солистка легендарной группы, один из жюри конкурса «Суперстар Ки-Зет» в людях, в народе. Да уж, арт-площадка творит чудеса. Еще один гость мероприятия – Арсен Баянов. Автор документального фильма о зарождении популярной музыки в Алматы. Этот фильм, кстати, показали в завершении мероприятия. Такой фильм первый в Казахстане. Называется «Алматинские хроники. Музыкальный транзит». Это история нашей субкультуры современной. История поп, джаз, рок-музыки. Стоит отметить, что это лишь малая часть того, о чем мы успели вам рассказать. Проект «Арт-площадка» за три дня посетили порядка 7 тысяч человек. В каждой части южной столицы жители и гости города могли найти что-то для себя. Если ни на одном из мероприятий вам побывать не удалось, не пропустите галоконцерт на Арбате. Скоро. Очень скоро. В Алматы прошел крутой флешмоб. И не где-нибудь, а глубоко под землей. В метро. Настоящий андеграунд, какого еще не было в южной столице. Ни для кого не секрет, алматинский метрополитен пустует. Народу в нем не густо. Вот и собрались отечественные блогеры под землей, чтобы сделать рекламу подземному транспорту. А заодно предложить свое видение использования метрополитена. На карте метро возникли новые названия. Например, появилась станция «Оперная». Во время флешмоба здесь звучали арии. На станции «Спортивная» состоялся турнир по женской борьбе. А на свадебной остановке несколько влюбленных пар танцевали вальс. Гидом необычной экскурсии был Сергей Червяков. Белый мим с Арбата. Флешмоберы уже готовят новую акцию. Какую держат в секрете. На выходных в Алматы было жарко. На одной из самых больших опен-эйр площадок города прошел третий казахстанский рок-фестиваль ADK Challenge. Организаторы объединили начинающих и уже всем известных рокеров Казахстана на одной сцене. Толпу зажигали Head & Tee, По компасам, Endless, Нейтралитет, Тишина, Инкарно и многие другие всего более трех десятков рок-групп. Сэйшн завершился с наступлением сумерек. Были на концерте? Ну как? Повеселились? Интересно? Самое интересное в группе Muzon на facebook.com, а также в мус-блогах в твиттере. Все свежие новости из мира шоу-биза. С вами была Аселя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok